Пью уже с утра, на завтра буду до выбора Я должен быть предельно трезвым, чтобы в графу поставить крест Эй, растет правосознание Эй, дружок принес в кармане грамм А я готовлюсь к выборам Не буду нюхать ни хера, чтоб не сорвались выбора Эй, пойдет голосование Эй, эй, еу Блокет дают, отличный клей А я не буду хоть убей Сегодня лягу трезво спать, чтобы на завтра выбирать Эй, пойду почищу зубы Эй, еу Опа Да Оп И вот настал великий день Мне в руки дали бюллетень Беру и ставлю крестик Эй Я голосую против всех Эй С козлами не играю Эй Эй Я вас не выбираю Эй Эй Идет голосование Эй 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 Выборы Выборы Кандидаты Питаны, Питары Ну что ж Не надо объяснять какой уже сегодня день Сегодня день Голосование Пусть оно кажется вам Ээээээкам EM Ну таким Что ли Неопределяющим Тем не менее тем не менее Надо голосовать Ну а пока что Прослушайте, пожалуйста Моильтернативные Вести Недель Темы не очень Альтернативные Но какие есть Зато мнение мое очень-таки альтернативное. Значит, телеведущий Шейнина раскрыл детали стычки с бойцом АТО в Италии. Расскажу, почему Шейнина надо называть таким штерном от нашего телевидения. Путин рассказал о захвате лайнера перед открытием Олимпиады в Сочи. Боинг будет сбит в любом случае. Умер. А вот какой Боинг, оказывается, интрига. Умер Олег Табаков. Печальная новость. Расскажу все подоплеки театра Табакерки. Кадровая карусель. Трамп уволил Тиллерсона и назначил гости к которому директор ТРУ Марка Помпео. Рексус пустил Трамп с цепей. Великобритания вышит 23 российских дипломатов и приостановит все двухстаренные контакты с Москвой. Расскажу, почему нам больше не попить знаменитого английского чая. Луценко заявил о доказательствах в планах Савченко забросить гранатами депутатов. И Луценко и Савченко можно прям в Кащенко отправлять. Граждане России не смогут проголосовать 18 марта на территории Украины. Ну то есть 18 марта к моменту выхода программы это уже сейчас. Почему они не смогут сделать? Неужели в Киеве, как нам вещает реальный Киселев, фашисты и бандеровцы? И почему они препятствуют? В общем, интересная тема, давайте начнем. Телеведущий Шейн раскрыл детали стычки с бойцом АТО в Италии. Некто Валерием Ананьевым. Оказывается, Валерий Ананьев не только десантник, но и разведчик. Потому что со слов Штейна он за ним долго наблюдал, фотографировал, действовал расчетливо и рационально. Валерий подошел ко мне и сказал, если бы мы не были, если бы мы были в другом месте, я бы тебя грохнул бы. Ну если бы, да кабы, в ответ заявил Штейн. Как я его говорю, не Шейн, а Штейн. Вы потом поймете почему. Со стороны Валерии Ананьева это была вспышка бывшего бойца АТО, которым нужно заниматься раскруткой и самопиаром. Думает, так Артем, потом Штейн сказал Ананьеву в Италии, ну так я пойду, после чего украдесантник начал плеваться. А Штейн заявил, я 45 лет ни с кем не выяснял отношения и сейчас не буду. Как вы все поняли, никакой драки между российским десантником и украинским десантником не было в Италии. А что же это все было? А это была встреча двух советских десантников, которые вместе воевали в Афгане, которые из бойцов одной великой страны превратились во врагов друг друга, ну как Россия и Украина, и в тупых пропагандистах. С одной стороны пропагандист Кремля, а с другой стороны пропагандист Банковый, очевидно. Встреча, к слову сказать, была на территории НАТО и враждебного Запада, но без знаков отличия советского воина. Из этого следует, и я надеюсь это будет урок, Артему, что если ты у себя на родине критикуешь и унижаешь другую страну, то будь готов к встрече с бойцом той страны, которую ты унизил. Пусть и на нейтральной территории. И это касается абсолютно всех пропагандистов Кремля без исключения. Артем Шейнин или Штен, как написано в Википедии, очень жестокий человек. Жестокость его появляется в том, что против довольно слабого физически Майкла Бома он готов применить свою силу. А против равного ему противника он не готов применить силу, прекрасно понимает, что Валерий Ананев может ему надавать по его лысине. Кстати говоря, ну это не совсем лысина, но тем не менее, я давно заметил, что вот не обижайтесь, те, кто такая прическа, но те, кто вот такой вот чубчик, они довольно-таки агрессивные люди. Довольно-таки. И это все встреча по Шолохову. Ну, то есть, учились вместе, жили вместе, ну и стали врагами. Ну, там в романе, как же ее-то, роман-то, не Белая, по-моему, Белая гвардия, да? Не знаю, не помню, честно говоря, литература не мой конек. Ну, в общем, вы поняли аналогии и аллюзии. Тихидон, да, Тихидон, там, где одни казаки на других пошли, да. Путин рассказал о захвате лайнера перед открытием Олимпиады в Сочи. По его словам, 7 февраля 2014 года он получил тревожный звонок от ответственных за всесильную русскую беспеку, когда сел в автобус с членами МОК, чтобы поехать на главный стадион Фишт. Где-то на середине пути, а дитант его царского КГБшного превосходительства передал Путину, ё-моё-то фон, вот так вот. Звонил Путину один из руководителей оперативного штаба и доложил, а перед этим в штаны наложил, что, мол, так и так, Владимир Владимирович, хрен вам, а не спокойная домашняя Олимпиада. Самолёт захвачен из Украины в Стамбул. Захватчики самолёта требуют посадить его в Сочи. Директор ФСБ Александр Бортников в докладе заявил, что пилоты лайнера из Украины в Стамбул сообщили, что вдобавок у одного из пассажиров бомба на борту. В воздух подняли боевую авиацию. Путин сказал, что вы предлагаете. В ответ ему сказали, хрен там с заложниками, давайте собьём его нахрен на этот самолёт. Вот и всё. И Путин с этим согласился. А те, кто были в автобусе, спросили, а всё ли нормально. И Володя ответил, что всё хорошо, пусть кое-кто просто сдохнет в небе и всё. А так всё тип-топ. Здесь не важно, что самолёт не был на самом деле захвачен, что всё обошлось. Тут в этой истории важно другое. Нормальный президент, нормальные страны, что первым делом бы спрашивает. Не как самолёт легче сбить, а сколько там заложников. Ну то есть сколько теоретически может погибнуть, если что. Но Путину было важно другое, чтобы в Сочи всё было хорошо. Пусть ценой в 500 человек авиалайнера. Сбивать самолёт надо в самом наикрайнем случае, когда исчерпаны все остальные методы. А это принуждение к посадке, в частности. А тут сбить Владимир Владимирович. Ну конечно же сбить, пофиг, что там мирные граждане в заложниках. А теперь представим такой вариант. Реальный захват самолёта, реальная бомба на борту. Бах, самолёт падает в чёрное море. Выживших нет. А радиоактивное облако или же выброс опасных химических веществ есть. Потому что наша власть не знала, какая именно бомба там на борту. Может быть она была непростая бомба. Может она была отравляющаяся с какими-то вредными примесями. Или даже, не поюсь этого слова, радиоактивная. Почему я так вот ОБС делаю? Потому что у меня ОБС... Короче, идём дальше. ОБС сейчас сильно хромает. Что-то я тоже чтобы не сглазить. Возвращаясь к теме. А радиоактивное облако, как же опасных химических веществ есть, есть в чёрное море. Это гарантированное заражение прибрежных мест. То есть не то, что заложники. Путин даже не знал предполагаемую начинку бомбы. А всё равно сбить. Сбить и всё. Нашей стороной правит лживый, кровавый диктатор. Вот и всё. Вся эта история очень трагичная. Да, рейсу Украину-Турцию повезло. Но ведь потом был сбит реальный самолёт. Реально гражданский, абсолютно гражданский борт, который мы теперь прекрасно понимаем, был принят российской властью чуть ли не за стратегический бомбардировщик, который мы теперь прекрасно понимаем, был принят российской властью чуть ли не за стратегический бомбардировщик США, который летел уничтожать Кремль. Речь, конечно же, про малазийский Боинг. Вот вам пример, что бывает, если вам в качестве руководителя врут, неправильно информируют и так далее, принимают неправильные решения. Теперь про тот лайнер Украина-Турция сбили бы, тут как тут же Турция объявит нам, ну если не войну, то блокаду через проливы Босфор и Дарданелла. Ее самолет же был гражданский, да ну и тогда, всякие башка тебе, Володя, а что там было на борту, хотя и самолет не волнован, но уже они имели факт. Русский самолет или ракета ПВО сбивает их гражданский лайнер. Последствия были бы катастрофические. После этого случая и самолет, наверное, летел, самолет, наверное, летел из Крыма. Почему? Потому что тогда Крым был и фактически, и де юре де факто, украинской территории. Почему я так думаю? Потому что именно в Крыму проживают многие турецко-говорящие и турецко-мыслящие люди, например, крымские татары. Да и Путин решает после того, как он чуть ли не угрохал самолет с теоретической атомной бомбой на борту, они обеспечили нам безопасность в Крыму, раз уж сами украинские власти не могут. И начинается то, что начинается в Крыму и на Донбассе. Вместо безопасности фактически война с Украиной. А вы и дальше хавайте те фильмы в ВКонтакте и Одноклассниках, которые выкладывают для необознанной молодежи. К счастью, ее у нас в стране все меньше и меньше. Старайтесь сами выбирать, что и кого смотреть, а не быть простачками. Старайтесь находить и альтернативные точки зрения. Вот, в частности, мой канал. А что касается вот этой самой ситуации, там вот членами мог Путин такой, члены мог спрашивать на Олимпиаде, все хорошо было, Владимир Владимирович? Он такой, да, все хорошо. А с чего тогда Владимиру Владимировичу верить сейчас? Спрашиваю я, раз он тогда наврал, раз он тогда наврал, и сейчас он врет. Так что как бы он там не отникивался, что это не я убил Скрипаля, что это не я, факт есть факт. Он врал в 2014 году, он врал еще и раньше, и он врет и сейчас. Кровавый, лживый диктатор, по-другому его никак нельзя назвать. Идем дальше. Печальная новость пришла в понедельник. Умер Олег Табаков. Знаменитый актер и руководитель своего созданного с нуля театра. Сейчас я не об этом. Три-четыре недели назад мне бросилась статья издания Знак.ру о том, что многие корифии театров хотят подсидеть своих худруков ввиду их немолодости. И тут бах. Карьеру хочется делать всем, даже актерам, и они готовы в прямом смысле этого слова пойти по трупам своих руководителей, чтобы быть в когорте избранных Мединского. Вообще, театральный сезон 17-18 очень плохой. Тут и арест Серебренникова, и попытки отжатия то ли армянскими друзьями Джагарханяна и его театра, то ли действительно у Виталина Цымбалюк-Романовской проснулась мания поруководить театром взамен Армена Борисовича. А тут еще и эта смерть человека эпохи театрального дела. Честно и справедливо ругают российский кинематограф. Но ведь и в театрах не чисто. Мединские гробят не только кино, но и театры. Что сгубило Олега Табакова? То, что его чиновники из Минкульта не отпускали на заслуженный отдых. Да и сам Олег Табаков не хотел покидать свою табакерку и МХАТ. Ну прям как Путин, постпрезидента России. И это проблема сейчас театров. На классику уже никто не ходит. Надо зрителей заманивать чем-то новым. А для этого в руководстве театров должны появляться новые люди. Но это не означает, что старых должны выносить вперед ногами. И эти новые худруки должны быть талантливыми и компетентными. А еще в чем сложность новых постановок в театрах, так это то, что что-то там поставили не так, не понравилось властимущим. И потом худруки и режиссеры пошли по стопам Серебренникова в тюрьму. Вот и не выдерживают сердца у великих советских актеров. Вот что теперь будет с табакеркой? Ответ повисает в воздухе. Для меня Олег Табаков это в первую очередь Кот Матроскин из Простоквашино. Очень печально и прискорбно. Театр начинается с вешалки. И вешать будут после 18 марта всех и каждого. Вот его тут фотографии в комсомольской правде. Крусть, печаль, тоска наводит. Это понятно, смерть всегда печальна. Идем дальше. Кадровая карусель. Трамп уволил Тиллерсона и назначил госсекретарем директора ЦРУ Майка Помпео. Тиллерсон заявил, что не знает причину отставки. ЦРУ впервые в истории США возглавляет женщина Джина Хаспел. Что тут могу отметить? То, что вот на Украине есть фейсбучный министр Аваков, а в США целый твиттерно-фейсбучный президент. Что это означает? То, что сначала указы публикуются в соцсетях, но уж потом они оформляются старыми способами. Через бумагу и печать. Примета времени. Да. Так. Примета времени. Трамп вновь выбивает почту у тех, кто критикует его за сексизм и связи с Москвой. Он назначает женщину головой ЦРУ. Не просто женщину, а оперативника, которая командовала первыми секретными тюрьмами ЦРУ за рубежом. То есть была причастна к пыткам обвиняемых. Почерпу, но не виновных, а только лишь обвиняемых в терроризме людей. Короче говоря, назначил бабу с яйцами на пост руководителя ЦРУ. И для этого Трампу не жалко своего Рекса, который он спустил с цепей. Рекса, которого только лениво не критиковал за орден дружбы от рук Владимира Владимировича. За что же он его получил тогда? А просто за то, что помог России технологиям его фирмы ExxonMobil разрабатывать новое месторождение нефти в Сибири, на Дальнем Востоке и за Полярным кругом. Как вы понимаете, добыча нефти – основная статья дохода российского бюджета. И лично Владимира Владимировича Путина. И как бы сказал Юрий Вяземский из передачи у нас съемники «Орден», ну конечно же «Орден Рексу». Так и получилось. Есть и ошибка Трампа, что он назначил выходца из ЦРУ госсекретарем. Как вы понимаете, Трамп, когда избрался, говорил, что я осушу это болото. Он имел в виду вашингтонскую бюрократию. И тут этим решением он фактически ликвидировал госдеп. Он его переподчинил ЦРУшникам. То есть теперь ЦРУ с не с кем оппонировать США по вопросу внешней политики. ЦРУ получили новый рычаг давления на самого Трампа. Здесь Трамп разрушил их знаменитую систему сдержек и противовесов. Теперь, когда Трамп спустил Рекса с цепей, он может поехать, например, в Россию жить. Возглавив там, то есть у нас какой-нибудь лукал газ. И по команде из Кремля, когда америкосы будут действовать в ущерб интересам Путина, сливать от Трампа компромат. Трамп усиловал давление Путина на него и ЦРУ, на граждан Америки и других стран, укрепив глубокое государство, а не ликвидировав его, как обещал. А те, кто обещают одно, а делают совершенно другое, как правило, не перезбираются на второй срок в нормальной, адекватной стране. Вот тут, кстати говоря, еще фотографии есть в Russia Today. Тилерсон, кавалерист этот. Вот Трамп. Его подергивает по плече. Какая-то недолго тебе осталось. А вот это та самая баба с яйцами. Майк Помпео вступает в должность госэлектора. Или в должность ЦРУшника, наверное. Не знаю, не буду их судить. А тут улыбается. Еще, по-моему, не улыбается. ЦРУ подмяло под себя дипломатов. Ну, и то, что с дипломатией теперь в Штатах будет хромать, это очевидно. Вот, например, у нас президент Путин, выходец из политической разведки, из КГБ. И что теперь дипломатии у нас? А вот у нас дипломатии. В Великобритании вышли 23 российских дипломата и постановят все двухсторонние контакты с Москвой. В ответ на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Не надо вводить в заблуждение ни нас, ни тамошних Дэнти. Это не дипломаты. Атлантические разведчики СВР под дипломатической крышей главе МИТа Сергея Лаврова отказали встречи с его визави Борисом Джонсоном. Тадо Лавров и сам сказал, что туда не поедет пока. На чемпионат мира не приедет члены королевской семьи и британские чиновники. Тереза Мэй настаивает на закрытии строительства Северного потока-2. В ООН Британия настаивает на применении жестких мэр против России. Чувствуете, да, мощь Британии? Как страшно нам, россиянам. Пойду сейчас спрячусь в бункер. Не чувствуете, но, значит, взгляд мой почувствуете. Еще где-нибудь, что-нибудь у вас екнет. Суть не в Скрипале, а в том, что российские спецслужбы подвергли бактериологической опасности граждан другого государства. И что за это России? Вызылка дипломатов с Лубянки. Не поедут они на чемпионат мира по футболу. Не дипломаты с Лубянки не поедут, они-то понятно, что поедут, если захотят. А британцы. Что за хрень творится? Вот поэтому Британия и потеряла статус сверхдержавы еще в далеком 19 веке. Тереза Мэй явно импонирует, как лихо в свое время Маргарет Тэтчер решила проблему Фалклендских островов. Понятно, что Россия не Аргентина, и что мы можем ихних бондов порвать на их же британский флаг. Но что можно было придумать? Например, поставку Ил-86, это такая британская винтовка, и других британских винтовок в Украине. СААС, британский спецназ, также мог бы поучаствовать в войне на Донбассе и захватить какого-нибудь русского полковника. К примеру, или же устроить диверсии в Крыму. А еще можно блокировать корабли в Средиземном и Баенцевом море с триколором на флагштоках. Не пропускать торговые суда через Гиблоартарский пролив. Да мало ли что еще. Нет, высылка дипломатов. Но не разрыв в депутатношении заседания в ООН. О, как сильно, где у России есть право вето. А про Северный поток-2 уже высказалась хозяйкой Европы Меркель. Помните, была хозяйкой Мерной горы. А у нас Ангела Меркель это хозяйка Европы. Фактически. Как сказала фрау, Северный поток very good для тойченд. И все тут хоть ты тресни. В ответ на действия Лондона, всем известная наша Маша, речь понятно о ком, а представители МИД Марии Захаровой и ее медведь со Смоленской площади заявили, что Россия останется без Би-Би-Си. Но я вот лично Би-Би-Си не смотрю с тех пор, как уволили Джереми Клаксона с канала. Есть правда риск, что мы останемся без известного английского чая. Что будет радостно для наших алкашей. Одним конкурентам меньше в супермаркетах. Ох, не поедут они на чемпионат мира. Помните, да, на Олимпиаду в Сочи тоже вот не приехали к Путину. И что было потом. Так что не приедут на футбольный праздник. Это в первую очередь удар по самим британским чиновникам, которые на целый месяц останутся без футбола вживую. А не приехали вот тогда многие европейские, многие американские чиновники на Олимпиаду в Сочи. Что потом? Крым, Донбасс, участие в Сирии. Так что не приедут они на чемпионат мира по футболу. Потом осенью какая-нибудь Заворовская начнется в условной Белоруссии или в Прибалтике. Ну, в общем, Путин найдет, где ему повоевать. Так что это еще раз удар по самим же британцам. Мэй не Тэтчер, мягко говоря. Это видно. Да, я застаю комментарии вот тут на Эхо Москве. Ждем более серьезных мер. И желательно по дружбанам, олигархам, пыла, заморозить их счета. Таких путинских кошельков в Лондоне немало, наподобие Абрамовича, Усиманова и так далее. Но еще проблема в том, что на самом деле путинские кошельки, как у вас, скорее они присутствуют в апшорах. А не в Лондоне. В Лондоне как раз присутствуют те, кто с Путиным не в ладах. Они туда выезжают. Ну, помните, Березовский, да, Чеваркин. И вот сейчас вот, если Путин будет после 18 марта опять поляну оппозиционную зачищать, куда же они поедут в Лондон, чтобы потом их отравили. Я думаю, теперь пациентов 150 раз подумают, ехать ли им в Лондон или не ехать ли им в Лондон. Вот какая вот мысль у них возникнет. Луценко заявил о доказательствах планов Савченко. Забросить гранатами депутатов. А еще генпрокурор Украины заявил, что из минометов обстреляют купол здания парламента. Из автоматов добавить тех, из автоматов добить тех, кто выжил. Ну что, очевидно, Питинка хочет посадить надежду. Надежду всей Украины. И этим все сказано. Да, Савченко выступала за переворот в Украине. Но когда генпрокурор Украины заявляет, что она хотела сначала закидать депутатов гранатами, а потом стрелять из минометов по кумполу, то ты понимаешь, что Луценко врет, врет и врет. Потому что одного использования миномета, ну скажем, Василек, достаточно для убийства всех депутатов Рады. Просто потому, что осколки купола и поражающие элементы миномета достаточно, чтобы просто не было Рады. И не надо никаких гранат. Надежда Савченко явно не системный политик для украинской влады, для тех, кто не понимает власти. Она единственная, кто встречалась с представителями Донбасса, из депутатов Верховной Рады. Я обращаю Ваше внимание, что встречалась не просто так, и что договаривалась про обмен пленных. И размежевание сторон, чтобы лишние украинцы лишний раз не гибли зря. И очевидно, за это им мстят. И, кстати говоря, фраза Черчилля, что я бы с дьяволом заключил сделку, если бы мне помогло победить моего главного врага, тут подходит как раз-таки наибольше. Как вот господин Луценко объяснит, каким образом Савченко бы в правительственный квартал привезла бы миномет, гранаты и окремы? Где СБУ? Где МВД Снацгвардии? Почему не охраняют Киев и не досматривают всех и каждого? Можно, конечно, подумать, что Надежда Савченко не оправилась от синдрома войны. Но это когда после участия в боевых действиях тебя тянет вновь стрелять и убивать. И нездорово психически. Но ведь у Луценко тогда тоже с отклонениями. Ведь миномет, гранаты, автомат. Серьезно, ну прям не рада, а и их стад какой-то в 1945 году. На заметку у Луценко, когда делается госпереворот, а я так понимаю, Савченко это представитель военных, то устраняется сначала глава государства, а уже потом Верховная Рада берется под контроль. Тут важна молниеносность действий. Кроме того, при перевороте важно, что с точки зрения захвата было все, с точки зрения захватчиков все было легитимно. Поэтому обычно депутатов не убивают, а заставляют менять законы, чтобы военные были законниками, грубо говоря. К тому же Верховной Раде много тех, кто Савченко прошел войну, Семен Семенченко, да, и стрелять по своим нонсенс. Петр Алексеевич явно повторяет ошибки Януковича, когда тот посадил Юлию Владимировну. Вот она демократия по-украински. Я так понимаю, Надежда Савченко действительно пользуется авторитетом у ЛСУшников. Она, в отличие от Пороха, о них заботится. Еще Луценко говорит, что есть доказательства, есть оперативная съемка, что она заявляла, что хочет взорвать Верховную Раду. Но заявлять можно все, что угодно. Где вещдоки? Где этот самый пресловутый миномет? Его нет. Да и вообще, интересная логика. Сидела в российской тюрьме, значит, агент Кремля. По этой самой логике, Ходорковский в Германии, агент Путина. Ясно же, что в российской тюрьме Надя все обдумала. Свои правильные и неправильные поступки. И как ей жить дальше. Вот многих депутатов Рады надо было хотя бы на 15 суток посадить в тюрьму. Может быть, законы в Украине стали бы лучше и грамотнее. Луценко просто задело то, что Савченко обвинила его в госперевороте. Ну, помните, когда свергали Януковича? И тут Луценко понес совершенно очевиднейший бред про то, что Надя хотела взорвать парламент, закидать депутатов гранатами, добить всех из ЭКМов. Ну, короче говоря, в Клавдюте переиграла и, видно, хотела всех мочкануть. Савченко тоже неосторожно высказалась насчет этого, что, мол, каждая украинец мечтает о том, что там поджечь эту самую Верховную Раду, что там даже бендины бесплатно дают, чтобы там Раду поджечь представляют бензин украинские активисты. Граждане Украины, которые действительно заботятся о своей стране, чтобы она процветала. Так что, ну, верить Луценко в эту самую правдоподобность этой версии я не буду. А верить Надежде Савченко в то, что я, что Луценко устроил госпереворот, я поверю, потому что это похоже на правду, в отличие от Луценко. Согласитесь? Граждане России не смогут голосовать уже к моменту выхода программы сегодня на территории Украины. Украины, как заявил Арсен Аваков МВД, принято решение о невозможности проведения выборов, которые нарушают законы Украины. Суть в том, что Нацгвардия и полиция незалежные возьмут под контроль наши дипломатические ведомства и не будет никого впускать и никого не выпускать из посольства России в Киеве, в Калькове и в Одессе и в Львове. Ну, прям как в сказке. В связи с публичными акциями протеста украинского общества против граждан России. Ситуация настолько сложная с юридической точки зрения, что за нее должны браться лучшие юристы мира. Причем как с нашей стороны, так и с стороны Киева. С одной стороны, Крым – это оккупированная территория России, и там, с точки зрения международного права, никакие выборы, которые проводит Россия, не считаются. С другой стороны, а кто вам сказал, что выборы президента Российской Федерации только идут в Крыму? Остальная часть России тоже голосует, и она всеми признана, как часть России. Ну, может, только Крым и Курил. Со стороны Киева, если судить, то в выборах президента России участвует, имеет очень большие шансы на победу. Человек, который силой присоединил Крым к своему государству, его армия втоглась на Донбасс, а это военная агрессия. Но страны России, по Женевской конвенции, посольства и ведомства, ну, консульства за рубежом должны охраняться своими силами и иметь статус территории государства, которому принадлежит эти здания посольства. Значит, Аваков не имел права своими людьми охранять наше посольство. Охранять наше посольство по той же самой Женевской конвенции должны мы сами. Для этого даже есть специальные подразделения в службе внещтой разведки, называется Заслон. В Вашингтоне специальный отряд есть. Не помню, у кого, то ли у ЦРУшников. По-моему, Дельта как раз для этих целей у них предназначена. Но, тем не менее, в общем, посольство охраняется своими силами. А тут Аваков заявил, что он, ведь это не охрана посольства, не надо путать одно с другим. Это просто взятие под контроль нашего посольства, наших консульств, чтобы граждане Российской Федерации не проголосовали. Ну, а со стороны Москвы по этой самой Женевской конвенции мы охранять должны посольство сами. Так, как Аваков не имеет права своими людьми охранять наше посольство, а тем более туда никого не впускать не имеет права, так как не было разрыва дипотношений между Москвой и Киевом до сих пор. Когда на Донбассе под перекрестным огнем русско-украинской дружбы погибло более 10 тысяч человек, ну, представьте, например, что в 1943 году проходило заседание ЦК КПСС в Рейхстаге. Абсурд. И сейчас абсурд. И Путин это прекрасно знает. И он играет на этих самых международных противоречий, которые я писал про оккупированную территорию. Все ясно. Санкции, санкции, санкции про оккупированную территорию. Но как быть с выборами? Можно не признавать их в Крыму, но как быть с остальной частью России? Признавать или не признавать выборы? И тут международное сообщество встает ураком перед Путиным. Потому что с ним все равно потом иметь дело еще 6 лет как минимум. А как непризнанный президент может куда-то лететь или с кого-то принимать или с кем-то договариваться? Дыра в международном праве. Что ж, до решения Авакова не пускать граждан РФ голосовать на выборах, то смотрите, вот я, например, живу в Киеве, я поддерживаю украинскую власть. Но при этом эта самая украинская власть лишает меня конституционного права. Да после такого любой россиянин будет голосовать, не важно он за Путина или нет, специально выехав в Крым. Ну, если он на Украине. Еще одна ошибка украинских властей в том, что она не ищет союзников в России. Вот, к примеру, отказали Собчак посетить Крым. Даже СССР в годы Великой Отечественной войны искал союзников фашистской Германии. Ну, то есть коммунистов. А Украина немецких коммунистов. А Украина нет. Она тупо говорит в лице своего президента заткнитесь россиянием. Вот и все. Я, как человек законопослушный затыкаюсь иду голосовать. Не скажу за кого, но скажу, что за женщину для вселенского баланса. Потому что я поддерживал в 2016 году Дональда Трампа. А сейчас я в США. А сейчас я должен для вселенского баланса поддержать женщину у нас в России. Спасибо за внимание. На следующей неделе подведем итоги выборов. До свидания. И удачи вам всем и мне в том числе. Субтитры сделал DimaTorzok